Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос дня» и я ее ведущий Александр Климов. Краткосрочный план 2017 года по капитальному ремонту в Хакасии выходит на финишную прямую. Работы практически завершены. Довольны ли сами жильцы качеством проведенного ремонта и где еще сегодня ведутся работы? С этими вопросами мы обратились к директору фонда капитального ремонта Хакасии Сергею Душенко. Сергей Юрьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Юрьевич, на сегодняшний день какой объем работ выполнен и где еще ведутся работы? Ну, очень неплохие цифры на сегодняшний день. Если мы берем 2017 год, то завершение более 80%. Основные работы, которые связаны с погодными условиями, то есть те, которые можно было только в теплое время, уже выполнены полностью. И сейчас у нас инженерное оборудование, которое можно и в зимний период выполнять. Поэтому все у нас в графике и по плану, конечно, стопроцентное завершение под конец года мы прогнозируем. Сергей Юрьевич, как Хакасия выглядит на фоне других регионов? Ну, у нас есть сайт реформа ЖКХ, которые наладили определенное аранжирование региональных операторов. И по состоянию на 1 октября, там квартальные получаются отчеты, мы на 14 месте по стране. И первые в сибирском регионе по выполнению, по реализации, по собираемости именно программ. По сравнению с прошлым годом, темпы работ удалось нарастить? Нарастили, конечно, нарастили. То есть за три года научились и планировать работу, и научились подрядчики уже именно в домах без отселения ремонтировать те же инженерные системы. И вот все вот это в совокупности, оно, конечно, позволило вот такие хорошие показатели на сегодня иметь. Мне показалось, что в этом году очень много обновилось фасадов. Это так? Ну, действительно. У нас трехгодичный краткосрочный план. И в рамках по году каждый год выполняется один из видов ремонта. Естественно, в первую очередь делаются кровли, далее инженерное оборудование. И вот мы уже третий год, мы выполняем в основном фасады в этом году. И это интересные, видные всем фасады по центру города. Поэтому, конечно, такое впечатление. Сергей Юрьевич, а дизайн фасадов это кто-то разрабатывал? Потому что вот некоторые дома друг на друга похожи. Ну, конечно. Это проектные организации. В их числе есть архитекторы, которые делали вот именно дизайн и согласовывали с архитектурой городов, не только Абакана и других. Поэтому это проектировщики-профессионалы. Достаточно большой объем работ необходимо было выполнить в этом году. Достаточно ли подрядных организаций и заинтересованы ли компании той работой, которую вы им предлагаете? Подрядчиков всегда хочется больше. Хочу сказать, что у нас на прошлой неделе объявлен конкурс по отбору подрядных организаций. Я всех приглашаю на этот конкурс. Но, тем не менее, даже теми силами, которые у нас были, это 14 подрядных организаций, мы справляемся. В основном, конечно, этот костяк остается. Это одни и те же, кто с нами работает. Но, тем не менее, добавляются новые. Кто-то уходит, не справился. Текучка небольшая. Среди подрядчиков есть компании из других регионов? Пока на сегодняшний день только наши из республики Хакасия. Сергей Юрьевич, говоря о качестве работ, как осуществляется этот контроль и всем ли вы довольны? Довольны не всем. И, конечно же, в первую очередь это связано с взаимоотношениями с собственниками. Не все подрядчики могут наладить хорошие взаимоотношения в процессе работы. Многие подрядные организации у нас являются застройщиками. И поэтому умения работать в доме, где живут люди, у них нет. То есть они к этому только приходят, они этому учатся. Поэтому, конечно же, чем больше недовольных собственников, тем больше у нас претензий к подрядчику. Но это рабочие моменты. Мы, в принципе, их отрабатываем. Подрядчики учатся. Собственники входят в положение. И приемка дома, она проходит этапами. То есть каждый этап, каждый вид работ, он несколько раз принимается. Поэтому, если есть какое-то там подозрение на то, что подрядчик где-то хочет немножко схитрить, оно на начальных этапах отсекается. Потому что контроль очень большой. У нас контролируют и кураторы от фонда капитального ремонта. У нас на постоянном контроле управляющие компании, жители. Тут очень сложно схитрить. Поэтому контроль довольно-таки неплохо соблюдается. Тем более, что мы работаем по проектам, в котором каждый шаг расписан. Сергей Юрьевич, какие меры фонд капремонта может предпринять к тем подрядным организациям, которые нарушают свои обязательства? Все, кто смотрел наш договор, наш, которым мы пользуемся в республике, все, конечно, отмечают, что он довольно-таки жесток к подрядчику. То есть там миллион каких-то пунктов, по которым мы можем подрядчика штрафовать. Неохотно, но иногда мы пользуемся. То есть мы штрафуем подрядчиков за нарушение сроков, за нарушение технологий. Ну и, естественно, если это особенно связано с ущербом для жителей. Простой пример, где-то там сняли шифер, не успели, дождь пошел, затопили. Ну, это нарушение технологий. Необходимо там как-то предусматривать такие моменты и снимать столько, сколько в этот день можно положить. Поэтому, если есть такие случаи, штрафуем, конечно. Штраф самое больное для подрядчика – вот наказание сегодняшний день. Ну, были случаи, когда даже в реестр недобросовестных подрядчиков приходилось вносить. Есть такой реестр, ведет его ассоциация региональных операторов. То есть еще более серьезный, скажем, такой шаг. А что это значит, если компанию вносят в реестр? Ну, это значит, что с ними мы уже работать не будем. И, соответственно, все регионы, даже по-сибирскому, они к этому реестру обращаются постоянно. Если тот или иной подрядчик захочет в эти регионы выйти поработать, то прислушиваются. Реестр – это наш внутренний для всех региональных операторов. Поэтому мы им пользуемся довольно-таки успешно. А сами жильцы качеством проведенных работ довольны? Не жалуются вам? В большинстве случаев довольны. Как бы ни было по концу работы, но сказать так, что все довольны, конечно, я не могу. Люди разные, цвет фасада кому-то нравится, кому-то не нравится. Это все-таки такие субъективные моменты, поэтому в большинстве довольны. У нас на табличках, на домах, где мы ведем репонты, есть информационные стенды. Там телефоны сотовые кураторов, подрядчиков и ночью, и вечером, и днем, и выходные дни. То есть мы постоянно такие звонки принимаем. Это мы воспринимаем как помощь нам. Поэтому любой звонок о, в кавычках, проделках подрядчика, он, конечно же, на пользу. На пользу и нам, и делу. Поэтому с удовольствием мы работаем с собственниками. Собственник – самый лучший контролер. Для проведения работ в некоторых случаях необходим доступ в квартиру. Все ли пускают? И как вы поступаете в тех случаях, когда жильцы отказываются от капитального ремонта? Пускают не все. Причины две. Даже могу три основные сказать. Это касается ремонта инженерных систем, когда необходимо зайти в квартиру. Да, действительно. То есть первая причина – это собственник выполнил уже эти работы. У него новые трубы. Мы заходим, актируем и, соответственно, идем дальше. То есть менять новое на новое мы такие работы не проводим. Второй случай, когда в принципе нет желания пустить, потому что необходимо понимать, что дальше малейший ремонт, он все равно будет необходим. Ну, побелить потолок в этом месте, подклеить обои, где шла сварка. Просто вот люди не хотят вот этим заниматься. И вот этот случай и следующий больше касается коммерческих помещений на первых этажах. Это магазины, парикмахерские и так далее, и так далее. Где угрожает их, скажем, коммерческой деятельности приостановка. Ну, пытаемся такой график составить, чтобы, ну, действительно людям не повредить в их какой-то деятельности. Но уж, когда совсем понимания нет, и уходим в суды, судимся. Суды встают на нашу сторону. Но хочется сказать, что это долгий процесс. Лучше договариваться, чем идти в суд. Не менее важный вопрос – собираемость взносов. Какой процент собственников Хакасии сегодня оплачивают взносы на капитальный ремонт? Хороший вопрос именно сегодня, потому что есть что сказать в плане повышения. В октябре у нас произошел скачок собираемости. Мы собрали 89% взносов. Но для того, чтобы этого добиться, нам пришлось август-сентябрь заниматься судебно-исковой работой. То есть был представлен проект в Министерство финансов, в Министерство строительства по увеличению взносов, где нам необходимо было определенное количество денег на судебные вздержки для того, чтобы получить такой эффект. Статистика, в принципе, по собираемости в сфере ЖКХ, она всегда была связана с судебной работой. Поэтому это показала и практика 90-х годов, это еще и советского периода, и 2000-й, и сейчас. Мы точно такая же сфера ЖКХ, поэтому исключением не являемся. Но хочется отметить, что у нас всегда было где-то 81%, вот у нас скачок до 89%. Я понимаю, что это там сегодня, там следующий еще месяц подержится, может опять вернуться. Но все-таки хочется добиваться собираемости не, я считаю, это силовыми методами, да, такими, а все-таки вот культура платежей населения, она должна все-таки от какого-то понимания необходимости таких платежей сходить. Можно, конечно, там бюджетные деньги постоянно вкладывать, судиться, там эти сборы делать. Ну, мне кажется, нам всем необходимо понимать, что это необходимо для нас же, это же наши крыши, наши фасады. Так что собираемость сегодня 89%, средняя 81%, судиться мы будем, но хочется, чтобы это было мирно. Какие муниципалитеты сегодня в лидерах и аутсайдерах по собираемости взносов? Города у нас, они всегда впереди. Абакан, Сайнагорск, Черногорск, Сорск. Абаза у нас подтягивается, там у нас, скажем так, социальное положение улучшилось за этот год. Вообще, в принципе, собираемость по муниципалитетам, она связана с социальным состоянием того или иного муниципалитета. Если у нас есть проблемы в Тёве с работой, рудник закрыли, собираемость падает. Если у нас в Абазе всё налаживается, собираемость растёт. Ну, а кого-то выделять из плохих не хочется, а в числе лучших у нас Сайнагорск, Абакан, Черногорск, Сорск. Это вот всегда традиционно. Сергей Юрьевич, в этом году изменился размер взноса. Планируется ли его увеличение в будущем? В самом тексте постановления на увеличение формулировка с 1 августа 17 по 31 декабря 2018 года. Поэтому на полтора года вот этот вот минимальный взнос, он закрепится. Если не случится каких-то больших потрясений, но это уже связано с федеральными программами, то полтора года ничего меняться не будет. Какая работа предстоит фонду капитального ремонта в ближайшем будущем и известно ли количество домов, которые будут отремонтированы в 2018 году? Не только известно. Мы уже это количество домов обследовали. Мы сейчас заключили договоры с проектными организациями, мы проектируем. И я предполагаю, по хорошей традиции с прошлого года, как мы начали, в декабре мы уже аукцион на 2018 год назначим. И вполне возможно у нас даже в этом году начнутся работы по 2018 году. Это 202 многоквартирных дома по республике Хакасия на 2018 год, краткосрочный план. То есть количество домов все-таки уменьшается? Количество домов уменьшается, но их площадь увеличивается. Мы делали больше домов, но меньшего объема, двухэтажные, двухподъездные. Сейчас у нас меньше домов, но они все пятиэтажные, девятиэтажные и так далее. По площади увеличивается, по количеству домов уменьшается. Сергей Юрьевич, фонд капитального ремонта переезжает в новое здание. Куда теперь обращаться собственникам квартиры и отразится ли это на вашей работе? Надеюсь, что именно сам процесс переезда не сильно повлияет на работу. Но мы постараемся очень быстро на новом месте наладить, настроить. И всех посетителей ждем по новому матрису. Это Пушкино-42, бывший центр планирования семьи. Сергей Юрьевич, спасибо большое за беседу. До свидания. Всегда с удовольствием приглашайте поучаствовать. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова